Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, основные направления иммунотерапии представлены на этом слайде, но я хотел бы остановиться на клеточной иммунотерапии и подчеркнуть, что одним из основоположников отечественной иммунотерапии с использованием клеточных технологий был Анатолий Юрьевич Барышников, который внёс существенный вклад в разработку этого направления и не без его участия создавался закон о клеточных технологиях, ну и наконец этот многострадальный закон 15-го числа этого месяца был принят, он открывает новые горизонты для клеточной иммунотерапии, но и создаёт большие сложности, ставит большие задачи перед исследователями, потому что теперь иммунобиологические клеточные продукты практически приравниваются к лекарственным препаратам, требуют проведения доклинических и прочих исследований. Ну, клеточная иммунотерапия условно может быть разделена на активацию врождённого иммунитета вне организма и введение этих активированных клеток к пациенту. Для этих целей могут быть использованы различные источники, это лимфоциты, которые могут быть активированы интерлекином-2 или коктейлем-цитокином, так называемые цитокиноиндуцированные лимфоциты, генетически модифицированные клетки и опухоль, инфильтрирующие лимфоциты. Ну, вся адаптивная иммунотерапия началась практически с открытия и получения интерлекина-2, и на нашем отечественном рынке его успешно заменил отечественный препарат ронколейкин. Активированные лимфоциты имеют характерную структуру и отличаются от зрелых лимфоцитов, которые здесь видны в опухолевом материале, единичные зрелые клетки. Большим размером, наличием цитоплазмы и способностью к пролиферации, с видными тозами, делениями и приведениями в организм эти лимфоциты активно окружают таким мощным валом опухолевые клетки, создавая эффективное соотношение опухоли-лимфоциты и приводит к их деградации. В составе активированных лимфоцитов значительная роль принадлежит натуральным киллерам, которые, собственно, и реализуют эффективность врожденного иммунитета. И это не просто натуральные киллеры, но активированные формы, которые экспрессируют на своей поверхности активационные молекулы. Очень много говорилось о супрессорных субпопуляциях, и было много кандидатов на эту роль, но, тем не менее, до настоящего времени все-таки истинные супрессорные не выявлены, но, по крайней мере, модная некогда субпопуляция CD4, 25, FOX, P3 положительных клеток при активации интерлекином-2, при получении лаг, существенно не увеличивается в популяции активированных лимфоцитов, и ее выделение и добавление к лимфоцитам не снижает их цитотоксических свойств. Тем не менее, в настоящее время рассматриваются иные возможные механизмы супрессии активированных лимфоцитов. В частности, при инкубации лимфоцитов с интерлекином-2 наряду с повышением активационных маркеров существенно возрастают рецепторы CD152, CTL4. Причем они возрастают не только на Т-лимфоцитах, но и на натуральных киллерах. Сегодня точно неизвестна роль этих рецепторов в механизме активации или супрессии натуральных киллеров, однако вполне возможно, что именно эти механизмы являются истинными ингибиторными в активации лимфоцитов. Это вполне естественно в природе, как уже не раз говорилось про сегодня, существует система сдержек и противовесов, поэтому активация неизбежно должна вести за собой ингибиторные механизмы, одним из которых является, очевидно, экспрессия данного рецептора. Ну, по крайней мере, хорошо известно уже в литературе, что 4,25 FOX-P3 лимфоциты, которые экспрессируют на своей поверхности CTL4, способны оказывать супрессорное влияние на натуральные киллеры. Здесь показана эффективность внутриполосной терапии при опухолевых плюритах и опухолеинфильтрирующие лимфоциты в опухоле методом иммунофлюоресценции на крио-срезах, которые свидетельствуют о том, что в популяции тилов могут присутствовать как натуральные киллеры, так и Т-регуляторные клетки. Следует отметить, что областью применения иммунотерапии с использованием активированных эффекторов врожденного иммунитета может быть лечение так называемой резидуальной опухолевой болезни. Как показано на этом слайде, после проведения радикальных или условно-радикальных операций в организме, в кровотоке и в лимфотоке продолжают циркулировать опухолевые клетки. В частности, здесь приведен случай пациента с светлоклеточным раком почки. И, как следует из данного слайда, в центральной лимфе обнаружены только единичные, но и целые конгломераты опухолевых клеток. Вот здесь они выделены методом иммуномагнитной сепарации. При этом лимфоциты в центральной лимфе контактируют с миллиардами лимфоцитов и остаются совершенно неспособны при этом избегать иммунобиологического надзора. И только активированные лимфоциты с использованием интерлекина-2 окружают опухолевые клетки и приводят к их дегадеродации. Здесь видно, что после взаимодействия с активированными лимфоцитами в лимфе не обнаруживается опухолевых клеток. Примерно то же явление мы наблюдаем у пациентов после радикальных операций по поводу ракомолочной железы, при которых в результате лимфодисекции наблюдается длительная релимфорея. В оттекающей лимфе впротив десятых суток обнаруживаются в целом ряде случаев опухолевые клетки, что свидетельствует о нерадикальности проведенной операции. В данном случае тоже иммунотерапия, очевидно, могла бы быть полезной. Таким образом, для показания к адаптивной иммунотерапии эффекторами врожденного иммунитета может служить создание эффективного соотношения опухолевой клетки-активированный лимфоцит, что возможно при локальных локорегиональных введениях экс-виво-активированных лимфоцитов, либо проведение одевантной иммунотерапии после радикальных или условно-радикальных хирургических операций. Эффекторы врожденного иммунитета, как известно, способны распознавать опухолевую клетку без наличия антигена и главного комплекса гистосовместимости. Даже напротив, отсутствие экспрессии главного комплекса гистосовместимости является сигналом на лизис. Но, несмотря на свою эффективность, их возможности ограничены прежде всего потому, что взаимодействие опухолевой клетки и натуральные киллеры, в отличие от иммунных клонов лимфоцитов, носит случайный характер. Если не создать локально эффективного соотношения, то эффект вряд ли будет достигнут. Поэтому следующим этапом были попытки создания вакцин на основе дендритных клеток для стимуляции адаптивного иммунитета, формирования иммунного клона. Однако проведенные клинические исследования показали достаточно низкую эффективность этого направления. Здесь представлены дендритные клетки. А проведенный анализ, в частности, Розенбергом на 440 пациентах показал, что если отбросить так называемые суррогатные критерии, истинная эффективность не превышает 3%. То же самое было показано и на более значимых группах пациентов. Эффективность это порядка составила с 4%. И здесь очень много говорилось о супрессорных механизмах, с которыми связывалась недостаточность, эффективность дендритно-клеточных вакцин. Это действительно чрезвычайно важное направление, но позволю высказать себе крамольную мысль, что оно второстепенное. Самое главное – это отсутствие опухолеспецифических антигенов и низкий уровень экспрессии главного комплекса гисосовместимости. Два компонента, которые необходимы для реализации этого адаптивного ответа. И это подтверждается тем, что исследование иммунологических показателей при использовании дендритно-клеточных вакцин показало, что в ответ на дендритные клетки возникает иммунный ответ к целевому антигену. И все иммунологические показатели, которые исследуются, свидетельствуют о том, что вся эта система эффективна. Мы, тоже усомнившись в эффективности этого подхода, использовали в качестве антигена бактерии, в частности, клепсиелом. Нагружали дендритные клетки лизатом клепсиел, и затем использовали их в реальных вакцинальных режимах. И получили хороший защитный эффект. То есть система сама по себе работает, если есть реальный антиген. Ну, в пользу того, что супрессорные механизмы не играют принципиальной роли в реализации противоопухолевого эффекта, и говорят в случае развития опухоли трансплантата. Ну, в частности, в онкологическом центре был случай, когда у пациентки возникла опухоль трансплантированной почки с множественными метастазами. Эта пациентка получала, естественно, супрессорную терапию, плюс опухоль и множественные метастазы выделяли эти супрессивные факторы. Но стоило отменить супрессивную терапию после удаления опухоли. Все множественные метастазы подверглись обратному развитию. И такие случаи описаны в литературе, когда пациент с замученным с двух сторон иммунитетом, то есть иммуносупрессивными факторами самой опухоли, и ядрогенной иммуносупрессивной терапией при отмене лишь одного из этих воздействий, а именно иммуносупрессивной терапии, отмечается регрессия метастазов. То есть в данном случае нет проблемы с распознаванием. Хотя опухоли, хотя и почки подбираются для пациента, тем не менее, все-таки иммунологический ответ здесь активно развивается. Ну и на данной схеме представлена классическая картина активации и торможения иммунного ответа. И в настоящее время, как известно, существуют новые препараты, ингибиторы чекпоинтов, которые способны воздействовать на ингибиторные рецепторы. И с нашей точки зрения представляется целесообразным комбинация активации и блокады ингибиторных рецепторов. В частности, нами это показано инвитро, а в литературе уже существуют данные, что комбинация этих двух воздействий может приводить к усилению эффективности клеточной терапии. И таким образом, в качестве перспективы адоптивной иммунотерапии злокачественных наобразований следует считать активацию инвитро лимфоцитов посредством активирующих рецепторов и блокаду с использованием ингибиторов иммунных чекпоинтов для генерации суперактивных клонов иммунных рецепторов. Спасибо за внимание. У нас есть две возможности. Задать несколько вопросов и пойти позже. Или сначала задать, а потом пойти позже. Есть вопросы к вам? Спасибо большое за интересный доклад. Очень коротко. Вы не могли бы для меня, например, резюмировать. Вы, с одной стороны, показываете относительно низкую эффективность дендритно-клеточных вакцин, но, с другой стороны, считаете, что они, тем не менее, вся система в целом работает, она специфична, и необходима просто ее оптимизация путем введения дополнительных молекулярных легандов, обход чекпоинтов и так далее. Это основная идея вашего доклада. Да, действительно, дендритно-клеточные вакцины нуждаются в оптимизации. Оптимизация эта может заключаться в активации не только адаптивного иммунитета, но и врожденного звена. Поскольку эти два механизма противоположны друг другу, поскольку натуральные киллеры воздействуют на те клетки, которые не экспрессируют никаких рецепторов и главного комплекса гисосовместимости по принципу «своё, не своё», а эффекторы адаптивного иммунитета, то есть иммунные клоны, требуют наличия и антигена, и главного комплекса гисосовместимости. «Своё, чужое». То есть вот это взаимодействие может позволить воздействовать на различные субпопуляции опухоли, которые, как известно, гетерогенны. Спасибо.